Hello, in this video we're going to talk about have to, have got to, and also the contractions have to, got to. Начнём мы с have to. Чтобы построить фразу с have to, нужно взять have to, соответственно, и добавить действие. Have to – это модальный глагол, который переводится как должен. Он похож на must, но must более сильный. Если вы используете have to, это значит, что есть определённые обстоятельства, которые заставляют вас так поступать. Например, I have to go. Возможно, вы и не хотите, but you have to, потому что есть какие-то обстоятельства. You have to stop doing this. I have to wear this stupid uniform. Мне нужно носить эту дурацкую форму. She has to leave. Ей лучше уйти. Обращая внимание, I и множественное число будет have to. He, she, it has to. И давайте посмотрим, если, к примеру, вы хотите построить утвердительное предложение, вы говорите I have to go, я должна идти. Я не должна идти. I don't have to go. В вопросе, соответственно, в present мы говорим do you have to go? Тебе нужно идти. Если she, то будет she has to go, she doesn't have to go, does she have to go? В прошедшем времени вы, соответственно, скажете I had to go, I didn't have to go, did you have to go? Have to в разговорной речи может сокращаться до have to. Смотрим на примеры. I have to do something, I have to be there, I have to go. Еще одна фраза с похожим значением have got to plus a verb, плюс действие, также переводится как должен. I have got to try this. Я должна это попробовать. You've got to be kidding me. She has got to help me. Have got to сокращается до gotta. Смотрим на примеры. You've got to help me. I've got to do this. I've got to go. Обратите внимание, в некоторых примерах вы просто сказали you gotta, а в некоторых I've got to. Можно и так, и так, просто в разговорной речи часто сокращается просто до I gotta. А теперь давайте посмотрим на все эти варианты вместе и попробуем понять, есть разница или нет. I have to go, I have got to go, I've got to go, I've got to go, I've got to go. В разговорной речи вы также часто услышите, что даже I опускают и говорят без I. Gotta go, gotta do something, gotta be there. Если говорить о значении, есть ли разница? Разницы как таковой нет. Единственное, если вы говорите I have got to do something, вот именно с got, тогда вы like stress something, you emphasize something. А так, в принципе, можно любой из вариантов. Единственное, важно запомнить, если вы используете должен in writing, вам нужно написать a letter, email, or in some formal style. На письме всегда используйте I have to. Not I have got to, not gotta, just I have to or I must. Well, thank you for watching, see you next time, bye!